А, подожди, это укинный мастер. Я стесняюсь спросить, какой объем двигателя? 6,2. Можно даже на голое тело, если ты атлет. Вот они, ребята, именные джинсы, сшитые собственными руками вот этого человека. Клиент не знает, что он хочет, он знает. Короче, ребята, знакомьтесь, это Гриша. Здравствуйте. И Гриша, короче, позвал меня в гости. Да. Но я как бы приехал. Я хотел тебе сделать подарок, и это он будет необычный. Ну, как мне кажется, не знаю. Для меня обычно, я это вижу каждый день, а для тебя, наверное, все-таки будет необычно. Хочу, чтобы ты приобщился к нашей культуре, к моему делу, так нам туда. Вот, мы будем шить тебе кое-что. Шить? Да. Гриша, короче, ты вообще чем занимаешься, скажи вот людям? У нас индивидуальный пошив одежды, мы занимаемся пошивой одежды. Но это не все, чем я занимаюсь. Чем я занимаюсь, ну, много чем. В основном шмотом. Шмот, одежду, да. Понял. Рассказываю людям, что такое хорошо, что такое плохо, как нужно одеваться. В общем-то, все. А где рассказываешь? На своем YouTube-канале. Мужской стиль Григорий Бронин. Игорь Бронин, да. А это вот наш салон. Это прямо в центре Москвы, где мы сейчас находимся, да? Это улица Красная Пресня. Ну, в общем-то, это центр. Это наш салон. Мой отец его открыл. Я его делаю, продолжаю, помогаю ему. И сейчас мы с ним, в принципе, тоже увидимся. Я думаю, он как раз сам лично будет заниматься тем. Игорь Бронин. Игорь Бронин, мой отец. У нас здесь пошив вот эти вот рубашки. Прежде чем шить рубашку, выбирают люди воротники, примеряют. Хочешь, можно на тебя надеть. Какой тебе нравится. А я думал, что это просто, знаешь, ну, там под свитер воротник один надеваешь, как бы все думают, что ты в рубашке. Теоретически можно. Можно даже на голое тело, если ты атлет. Но это надо быть стриптизером. Но это не наша тема. Ну, это наши костюмы. Там мы там все съем вручную. В принципе, это самое лучшее, что может себе позволить человек шить себе костюм индивидуально и вручную. Ты мне написал, я почему как бы и отозвался. Потому что реально интересный человек, интересное место, что не просто так вот, ну, там кто-то перепродает. Вот это как элемент. А именно, да, а именно потому что делает. Вот мне стало интересно. Тем более в Москве, в центре, то есть это не просто так, значит, признано уже что-то. Ну, как-то, ну, здесь попробуй, вот, удержись. Ну, у нас такое, знаешь, вот в наших стенах, вот бизнес, там, вот это вот все, это как ругательство звучит. У нас скорее ремесло, это вот наше дело, которым мы всю жизнь занимаемся. Что мой отец, что я. Вот это мы с тобой будем шить джинсы. Мне. Тебе. Потому что мне они реально нужны, потому что между зрителями пишут, Паша, почему ты все время в одних и тех же штанах. Я надеюсь, тебе будут писать то же самое, но уже про джинсы. Джинсы, такая история, казалось бы. Вот скажи честно, ну вот одежда тебя интересует или постольку, поскольку? В принципе, наверное. Нет, на самом деле одежда всех интересует. Да? Конечно, и все стремятся выглядеть лучше. Потому что для меня одежда, ну, я с этим связан, мне это очень интересно. Потому что для кого-то джинсы, есть джинсы, кто-то знает только там левис. Вот я себе, я хочу джинсы, ну, вот реально, но я не могу подобрать. А какая фирма джинсовая самая для тебя? Ну, вот если джинсы, то? Ну, у меня хороших так особо не было. Нет, 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 вот если ты слышишь слово джинсы, то говоришь, что? Если джинсы, то фирма. Нет, у меня даже нет. Левис, я думал, ты ответишь. Нет, у меня, знаешь... Все пошло не по плану. По последнему, да? Ну, раз, для многих левис, это такая фирма самая джинсовая, крутая. Они действительно начинали это дело. Но сейчас это уже масс-маркет, и левис уже не то. Потому что там последний завод в Америке закрылся в этом или в прошлом году. И все, что они шьют, это уже не те джинсы. Но японцы, ты представляешь, японцы сейчас делают круче джинсы, чем американцы. В Японии, да. То есть это, ну, это факт. Это факт. Всеми признанные, ну, единственное, с тобой будут спорить только глупые люди, которые просто этого факта не знают. И в комментариях будут писать, да ты что, левисы, они вообще самые крутые. Они были крутые. А японцы взяли завод, станки с завода из Америки перевезли в Японию по производству денима, по производству джинсов. И стали у себя делать. Старые станки, не новые, а старые. Вот если бы это был новый станок, вот такой был бы рулон 150. А это старый. И отличаются они, то, что у них есть вот эта кромка. То, что они узкие, да, вот сами ткани. И то, что вот есть эта кромка. Для обычного человека ни о чем не говорит. Кромка цветная вот эта? Вот эта цветная кромка. А они разные эти кромки. Это называется селвидж. На каждом рулоне, да? Вот правильных джинсов есть селвидж. Если ты видишь человека и хочешь понять, хорошие у него джинсы или плохие, это не обязательно условие, но одно из хороших условий. Если у него есть вот этот селвидж, вот он здесь. А, то есть он вот здесь? Его видно, да. Селвидж ставится сюда, ставится вот сюда, карман. И идет по шву, в общем, в разные места. И это отличает правильный станок. И, в общем, японцы что сделали? Они взяли и стали шить. Они молились просто на Левайс. Долгое время делали джинсы. И в итоге превзошли, в общем, своего учителя, своего бога, на которого мы молились. И делают сейчас лучше, чем Левайс. А мы что сделали? Мы взяли в Японии, заказали джинсовые ткани. Это очень сложно, кстати. Это большая редкость. Вот эти вот ткани. Это прямо вот золото для Данимхеда. Данимхед это который вот. Данимхед. Это название материала. Нет, Данимхед это человек, который тащится. Есть сникер хед от кроссовок. Данимхед это джинсовый фанат. Но вот для него это просто золото. Вот он смотрит, это гора золота. Они все разные. Они все тяжелые. То есть, все плотные очень. Они все плотные. Есть до 21 функций, по-моему, у нас. Или 22. И они все будут вытираться. У меня сравнительно. Джинсы от нашего производства. Они сравнительно еще. Я их ни разу не стирал. Но они обязательно будут вот здесь вот вытираться везде. Стареть красиво. И для джинсов это правильно. То есть, если джинсы не вытираются, значит, что-то с ними не так. Не тот материал. А есть сообщество, которое вот эти вот джинсы фотографирует, показывает, у кого круче вытиралось. Представляешь? Да. Вот так вот. Слушай, я так понимаю, ты вот про джинсы вообще вечно можешь рассказывать. Нет. Часами. Все, я кончил. Если я к этому не имею никакого отношения. Нет, это все джинсы. Доброе утро. Батюс, Данил. Очень приятно, Павел. Пап, ты... Ну да. Побежал. А ты спой? Да. Стильный деск, я не знаю. Ну, а как же. Конечно. Ты же лучше, чем ты выглядишь. А? Лучше тебя выглядеть. Вообще спору нет. Да. Недосягаемый уровень. И слава богу. Модель эту. Ну, классика. Ну, я не знаю. Мне хотелось бы, чтобы не сидели примерно вот как вот мои вот эти вот штаны. То есть, ну, такое. А книзу подужина, чтобы не прямые были, а подужина. Я вам фотографию покажу. На самом деле, эксклюзивная информация. Мало видео у нас, как процесс пошива происходит. Так. Потому что его невозможно заставить перед камерой вообще что-то делать. Так, 48. С половинкой. Он мне сказал, вы делать что хотите, я буду шить, вы мне не мешаете. 65. Давай с половинкой. Ага. Ага. Так, ровно с... Паш, ты снимали, мерки вообще хоть раз? Нет. Нет? Ни разу. Решил. Не мешал. 60. Как варенка пойдет, так все. 66 с половинкой. Ага. Так, и зауженное, смотрите, вы ткань сначала выберете. Да. Если плотное, зауженное, конечно, неудобно ходить. Если прям помягчивать, помягчивать. Вот вы там что-то такое смотрите. Я за самую плотную. Ну, Паша говорит, помягче. Ну, как скажешь. Хозяин-плазинка, как бы. Просто степень облегания должна быть соответствующая, чтобы можно было вообще передвигаться. 22 с половиной. Не, не то что там, они не должны быть в облегку ни в каком случае. Зауженные, типа, ну, как ваши, вот, примерно. У вас же не прямые джинсы. У меня зауженные, да, сильно, причем внизу. Ну, вот как-то так, примерно, чтобы они выглядели. Ага. Так. 19 с половиной. Ну, мне ваши джинсы очень нравятся. Вот если вот будут такие, как у вас, я буду очень... И болты вот спереди, да? Не, болты не принципиально. Можно закрыто, здесь можно принципиально. Можете закрыть, да. Просто я в свое время увидел и что-то сделал болты, конечно, сейчас бы не стал делать. Да, болты не надо. Единственное, что снижу вот подвороты будут у меня тут. Ну, я везде припуски, все. Ну, чтобы можно было подвернуться, потому что сейчас... Да, да, да. Здесь мы подошьем уже, как бы, соответственно. Ну, после примера. Хорошо. Да, от себя советую. Короче, ну, да, надо сделать небольшие подвороты, во-первых. Батя серьезно, я такой чувствую, что прям... Ну, слушай, я ему вчера сказал... Вот, когда с ним учаешься, чувствую, что ты вот прям покормишь им. Ну, вы бросаешь вообще? Как сложно быть клиентом. Клиент не знает, что он хочет, он знает. Кепки мы шьем восьми клинки. Ну, вот такую именно модель делаем. Ну, по фильму «Острые козырьки», если вам известно, вам. Я видел, я видел на твоем канале, где переодевали какого-то парня в героя этого фильма. Да, а если классик, то «Оннажды в Америке» вот это все. Можно помнить? Да, конечно. Если бы это будет смертельный номер. Света еще. Так, она тебе мала, что ли? Похоже, да. Так, ну-ка, ну-ка, зато рукой сложно. Сложно. Не, подожди, ну, тебе надо суровый вид сделать, короче, и так ее надеть. На самом деле эти кепки всем идут, если честно, да. Да, и тебе она идет, если ты в это поверишь. Ара, ара, брат. Нормально, нормально. Да еще. Да, не выходи, у тебя документы сразу будут приезжать. Блин, ну, благородный вид, посмотри. Да. На сущий, да. Мне нравится, это вот единственная форма кепка, которая идет лично мне. Но, ну, мало ношу, но сейчас, наверное, буду носить вот сейчас как раз холода. Да, зрители спросят. Зрители это бы точно напишут. Надо это бы дальше кепку носить, спрашивай. Я, конечно, не знаю твоих зрителей. Друзья, не судите строго. Напишите, пожалуйста. В комментариях, да. Мне идет это кем-то леди. Или ну его нафиг, не ходи в кепке, Гриша. Все, готовься. Паш, пока шлются твои джинсы, мы сейчас заедем к моим друзьям, которые тоже смотрят твой канал. Они хотят тебе кое-что подарить. Слушай, ну, на чем пусть едем? Chevrolet Tahoe. Я уже как бы в курсе, ребята. Вот, вы будете Chevrolet Tahoe. Я стесняюсь спросить, какой объем двигателя? 6,2. 6,2. Мотор 6,2, да. На 5,2 литра больше, чем у меня. Не, ну, мотор хороший, такой малооборотистый, с приятным звуком. В принципе, неплохой, мне нравится. Что, долине в шинах горит? Да, ну, здесь я, ну, на самом деле, шины жесткие поставил, вот, сейчас. Они оказались слишком жесткие, и я давление чуть-чуть меньше делаю. Слушай, ну, такой нормальный прибор. Подлокотник полметра шириной. Сзади тоже там ходить можно. Мне бы такой нормальный был, кстати, путешествий. Ну, тебе подошел. А расход какой? Расход, ну, сейчас компьютер, вот, показывает 17,7. Но, честно говоря, вообще, по факту, за 20. Минуточку внимания. Опа. Видите, ступенька отлаживается. Закрываем дверь. Слушай, я считаю, что для Road to Film должна быть другая комплектация. Открываем дверь и красная ковровая дорожка. О, привет, привет. Рад видеть. Время. Road to Film канал. Саша смотрит. И он, короче, как узнал, что Паша к нам приедет, сказал Грише, что приезжайте к нам тоже. Здесь, в основном, все вещи, они для... Слушай, а что за компания вообще? Чем они занимаются? По шивам сумок? Компания, которая занимается подшивом сумок и аксессуаров из кожи. Причем делают они это добротно, из такой настоящей толстенной, хорошей русской кожи. Но делают это с таким дизайном классным. В общем, у них подход очень хороший. Ну, давай, я не буду ничего говорить, ты просто сам посмотришь. Тут все просто. Вот такая же сумка есть у меня. Вот это классная вообще сумка. Ну, видишь, родственные души. Мне тоже понравилась. Такая же сумка есть у меня. Здесь... Дорогая? 18 тысяч. 18 тысяч. Здесь, видишь, нет подкладки. То есть здесь все просто. Из кустов больших кожи сделано. Брутально. Ну, как бы вот вещь для такого нормального... Мужчины, да? Да, вот все. А в этом месте все это дело шьется. Смотрите. Здесь ставится фурнитура. Здесь и люди работают интересные. И оборудование хорошее, и все остальное. Как специальность твоя называется? Как специальность называется твоя? Мастер. Мастер, ну, закрошчик там, я не знаю. Я все делаю. Ты прямо учился вот шить, да? Ну, здесь меня всем обучили. А здесь, да? А зовут тебя как? Вася. Вася, прикольно выглядишь. Спасибо. Ты первый, кто разговаривал Васю. Да? Он всегда не многословен. К сожалению, Александр Полунин сейчас в отъезде. Но мы наших самых дорогих гостей не можем укусить без подарка. Ух ты. Поэтому, Паша, просьба принять от нас нашу фирменную дорожную сумку. Да ладно. Пену коричневую. Она чем удобна? По-первых, в самолете. Можно не в багажный фирменный класс. Я не спасел вещь. Уложить на нее все, что ты хочешь. И фотоаппаратуру, и все. У меня фотоаппаратура и видео здесь. У меня канал называется «Дорога к фильму». А в дороге самое главное что? Это сумка. Конечно. У меня не было сумки. Чтобы все дороги были приятны. Спасибо большое. Блин, ребята. Я теперь с сумкой буду в путешествие ездить. Смотрите, какая крутая сумка. Реально. Спасибо вам огромное за подарок. Аван Кривер. Подарки я люблю. Мне будет несправедливо, если я как бы, ну, не отблагодарю вас. А отблагодарить я вас могу только тем, что оставлю ссылку на вас в описании. Поэтому, если кто-то вдруг заинтересуется, пусть перейдут, посмотрят. И, короче, ссылка в описании. Так, время 15.00. Ну, они, на самом деле, раньше были готовы к этой примерке. Просто мы с тобой сколько есть? Протусовались. Нормально. Они должны мешок здесь небольшой быть. Ну, мешок конкретный. Но сейчас они пока что немножко угловатые. Но когда ты их будешь носить, вот, заложатся все эти складки. Потому что история такая вот с этой моделью. Они, ты их опускаешь. Да. Ниже, ну, как я. Этим не маловато немножко уже стали. Ну, непонятно. Эти чуть свободнее, это хорошо. Потому что стирки, они еще подожмутся и просто примут тебя. То есть, вот, как надо. Нет, хорошо. И плюс еще, и плюс еще будет пояс. Они еще станут выше. Понял, да? Нет, пояс, вот я сейчас хочу посмотреть как раз. Ну, все, я тут притачиваю, пояс все на месте. Паш, как тебе, как клиент? Мне бы хотелось, наверное, поужу чуть-чуть, я не знаю. Или... Вот здесь они, на самом деле, они подсядут. И сейчас они бесформенные. То есть, их когда сформируешь, они нормально. Ну, как бы, вот здесь колено появится. Здесь уж-то я не чувствую, что сильно надо уже. Так, ну, если, ну, хорошо туда. Доверишь вам? Мне кажется, так. Потому что хочется, чтобы они были посвободнее. Вот первоначально они должны быть вот свободными. Свободными, да? Да. Ну, что, что потом, когда они, я говорю, вот они стираются, да? Ну, весь кайф проходит. Они просто, единственный плюс, они становятся вот на тебя. Вот, ну, как бы, джинса же, она кроится здесь по косой. И слонка касается. Здесь тоже косой банк. Но он закреплен, в принципе, он практически не деформируется. А вот эти швы, вот, за счет слонки и вот внутренних швов, они просто вот садятся лучше. Ну, хорошо, как скажете. В общем, ребята, какие дела? Время 15.00. Мы уже померили джинсы. И все-таки я уговорил Игоря, чтобы чуть-чуть сделали их хуже. Несмотря на то, что он оставил, что они, ну, чтобы они стали широкими. Короче, мы будем джинсы чуть хуже. Вот ждем, я думаю, часом в пяти будет все готово. Сейчас пойдем покушаем. Паша, мы сейчас зашли поесть. В кафе «Мишель», который рядом с нами находится. Но не потому, что это просто рядом находится. А потому, что это действительно достойное место, чтобы принимать гостя такого уровня, как ты. Вот, соответственно, мы тебя, подожди, подожди. Мы тебя оденем в сумку. Ну, пускай будет, обуем и накормим. В общем, будешь в полном порядке, Паша. Понял. Все? Мне, конечно, приятно. Но, ребята, если честно, я расстрелялся. Ресторан такого уровня. Это ресторан для кафе? Они называются, на улице написано «Кафе «Мишель», но это ресторан. Короче, ребята, смотрите, какой здесь интерьер. Это так, на минуточку я, как бы, высунул камеру. Там еще есть второй этаж, еще есть подвал. Короче, сейчас будем кушать. Надеюсь, что здесь будет так же вкусно, как и красиво. Слушай, почему на место ложки положили вилку, а на место вилки нож? Не знаю, потому что, наверное, по этикету так правильно. Мне лучше такие вопросы задавать, но я знаю, что мы должны ходить в такие места, где сами все знают. Здесь все правильно. Здесь все правильно. Комплименты от шеф-ковара. Томатный гаспачо с базиликовым муссом и сливочное масло. Я, на самом деле, очень продовольдался. У меня вообще не принципиально. Но я тебе все равно вот эти вот темные булочки рекомендую. Да? Вкусные, да? Ароматные. Масло вкусное, соленое. Входя в хрустящий. Вот эту штуку я с тобой делиться не буду. И свою сам съем. Вкусно? Вкусно. А что вообще такое? Там, внутри, внизу, что связано с томатами, это такой типа взбитого воздушного масла. Какого, как я это не знаю, но с травами, потому что зеленоватый оттенок. Но в целом очень вкусно. Похоже на суп гаспачо с каким-то вот этим маслом похоже. Так, а это у нас фирменный салат Мишель, да? Да. А это фирменный луковый суп, который мне очень нравится. Ну, Фаш, приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, что это замешано, но это очень вкусно. А, подожди, это утиная грудка, это утиная грудка, да? А, утиная грудка. Утиная грудка, это же деликатес. Это фирменное блюдо данного заведения. Смотрите, что здесь. Утиная грудка, сухарики, такие вот помидорки. А цитрусовый, это что? Это апельсин. Это апельсин. И листья, короче. И листья, короче. Наверное, всех салатов, которые я когда-либо пробовал, вот я этот салат ставлю на первое место. Да ладно. А луковый суп, это классика, насколько я знаю, это классическое блюдо отсускает. И, по-моему, оно пошло от того, что, ну, бедники готовили, потому что и ингредиенты, и какие-то там супер-купер. Давай делись впечатлениями. Ну, впечатлениями поделюсь, но не супом. Не, ну, классно, офигенно. Салат так же неожиданно закончился, как и начался. То есть вот этот жест говорит сам за себя, когда ты берешь последний кусочек хлеба и вымакиваешь остатки соуса. Девушка вот по-прежнему за мной наблюдает и улыбается. Девушка, идемте к нам. Идемте к нам. Нет, нельзя. Очень вкусно просто. Нереально вкусно, поэтому... Жарно смешающе. Она на меня смешает, Сурина. У нас притягивает женское внимание. Это всегда хорошо, я считаю. Вот этот салат, я не знаю, как зовут эту девушка, но я сто процентов уверен, что она смотрит это видео. Салат еще бомба просто, просто бомба. Ждем следующего блюда. Пожалуйста. Камбала обжаренная на гриле, карниф сатэ из овощей, морковь, молодой картофель, сукини, жемчужин. Вот как белорус, я в картошке очень хорошо выбираюсь. Вот, кстати, вот хотел тебе этот вопрос задать. Я ждал, что будет картошка в блюде. Скажи. Картошка супер, молоденькая. Может, там и белорусская. Сто процентов, ребята. Если вы пробуете вкусную картошку, знаете, если картошка мразь, то она белорушка. Как они это делают, а? Я думаю, что так он балан закончится еще быстрее, чем салат Мишель. Вот он, последний кусочек. Хочу скушать его в вашем присутствии. За подписчиков. Ложечку вы подписчиков. Очень вкусно. И, короче, хлеб. Может быть, это так не принято в вольтсюрских ресторанах делать, но я в Беларусь. Не-не-не, в России тоже так принято. Да, да. Да, да. Никто не видел, все такие. Знаешь, что мне не хватило? Мне не хватило хлеба, чтобы вот это все вымокать. Это никакого фоника. Какой же французский ресторан? Никакого фоника. Блин, зачем ты мне аппетит испортил сейчас? Взял, испортил мне аппетит. Ладно, ну, хорош. Хочешь, что это я ж? Нет. Да ладно, шутка за 200. Давай, пробуй. Бомба. Здесь вообще все бомба. Только есть. Ребята, вот реально вам лайк на это. За то, что вы так круто обслуживаете. Очень вкусно готовите. Ну и отдельное спасибо хозяину этого ресторана, потому что интерьер, вот прям бомба. Я себя чувствовал очень уютно. От всего сердца. Я не знаю, что я тебя сюда именно привел. Потому что я знаю, что тебя оценишь. Все, спасибо тебе. Ты меня подписан. Договорились. Сейчас покажу вам, как снаружи выглядит это место. Так, что я здесь заеду, знаю, отборочек. Конечно. Да, какой мишель. Слушай, ну выглядит, короче, прикольно. Единственное, что нам нужно отчитаться перед подписчиками. Сколько мы потратили. Слушай, у меня зрение плохое. Озвучи ты, пожалуйста. С учетом скидки, которая у меня здесь, в этом заведении, 3,294. 3,294? Да. Ну, мое. Ну, я считаю, для... Можно 3 раза в день ходить. Так, ну, это круто. Пойдет? В смысле, конечно, пойдет. Без лейбы, в принципе, нельзя было бы. На лейбе написано имя человека, который мне шил эти джинсы. Мы можем вышибку сделать здесь твои... Серьезно, что ли? А вы можете написать Road to Film? Ой, это сложно. Ты понимаешь, что это ручно? Это не разрушено. А, РТФ. РТФ, да. РТФ. Роуд to Film. Мы пиши на бумажке. Да, хорошо. Торжественное обращение. Вот они, ребята. Имяные джинсы, сшитые собственными руками вот этого человека, которого зовут Игорь Кронин. Что, Паша, твой стиль? Он же официально прокачан. Да, я как бы красиво говорить особо не умею, но скажу так. Когда я сниму свой фильм, несмотря на состояние вот этих брюк к тому времени, я буду стоять в них на примере. Они долго будут носиться. Все, договорились. Вещают. Спасибо вам большое. Ну вот оно, ребята, последняя примерка. В смысле, примерка. Уже все, вещь готова. Вот здесь вот мой именно знак, Road to Film написано. Я вообще не подглядываю в примерочной. Не подумайте. А я думаю, что подглядываешь. Да. Слушай, ну вообще круто. Вот это то, что я хотел. Вот эти штаны я реально буду носить. Это не просто так вот. Мы посмотрим, посмотрим в твоих видеороликах. Паш, давай ты как будешь в Москве. Либо на дороге туда, либо на дороге обратно. Мы как раз на пути. Да. К дому. На дороге к дому. На дороге к фильму. Договорились. Хорошо. Гриша, я не знаю, пока не забыл, ребята, ссылка на канал Григория будет в описании. Я уже вначале говорил. Да. Так что, если кому-то что-то... Спасибо большое. Спасибо. Если кому-то что-то надо, вот обращайся прямо напрямую, чтобы не играть в порченный телефон. Буду рад всех везти. Гля, братан, у тебя батя вообще мировой. Не говори. А? Ох, не говори. Мне кажется, за батю лайк надо там по-любому. Блин, ребята, еду с подарками. Смотрите, сумка. В сумке джинсы. Плюс еще в дорогу эклеры. Это не тебе.